Вашингтон приветствует решение Евросоюза вести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС. Евросоюз опубликовал в официальном журнале информацию о том, что против Александра Лукашенко введены санкции. Помимо президента Беларуси в санкционный список попало еще 14 высокопоставленных лиц республики. Санкционный список расширен с 44 до 59 лиц. Ограничения предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов. Первый пакет санкций ЕС против Минска был утвержден 1 октября. В список вошли чиновники, которые, по мнению Брюсселя, виновны в фальсификации президентских выборов и нарушении прав человека в стране. По словам главы представительства Евросоюза в Минске, Дирка Шубеля, ЕС не рассчитывает, что новые санкции окажут заметное влияние на ситуацию в республике. Ограничения являются способом выразить неудовольствие Брюсселя, политическими процессами в стране, передает ТАСС. Разработанные западными странами, планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии, хорошо известны Москве, заявил Сергей Нарышкин. Запад пытается проецировать их на Россию. Ясно, что после свержения диктатора Лукашенко, следующий на очереди будет точно Путин, и Кремль четко это видит, и всеми средствами поддерживает нелегитимного Лукашенко. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, внешнеполитическое ведомство сейчас изучает новые санкции Евросоюза. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время, заявил он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова